Наша трибуна Возвращаемся в программу Народная трибуна Меня зовут Сергей Зацепин Напротив меня в студии Анатолий Червец Ну и все вы участники нашей программы Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200 И как я предполагал, у людей есть что сказать Здравствуйте У меня такой вопрос, ребята Я так, просто душа успокоилась после разговора этой Все представил нам, Алексей Такой прекрасный передач, просто успокоил меня Потому что эти смолочи все равно будут придираться ко всему У меня вопрос насчет Обама Кир Я не понял, Трамп его подписал, отменил Или что-то мне непонятно Или собирается его отменить Показывай опять Обезьяну Рисовал С левой рукой эти подписи Все возможные Пять этих карандашей И он отменил Или опять будут начинать Сначала отменять его Или что Пожалуйста Я прослушаю парадик Спасибо Спасибо Ну, то что касается Обама Кир Те, которые действительно с этим столкнулись в свое время Они знают, что частью, огромной частью Обама Кир Был так называемый личный То есть, обязаловка каждого человека иметь страховку Либо купленную через работодателя Либо страховку купленную лично, персонально Но, по-любому, каждый человек должен был, обязан был иметь эту страховку И если не было доказательства страховки к концу года Ко времени заполнения налогов Этому человеку выписывали штраф За то, что у него весь год не было этой страховки Так вот Пока что, что было сделано Было принято решение Отменить вот этот мандат Обязывающий людей покупать персональную страховку А радиослушатель, очевидно, говорит о решении суда Который признал неконституционным Да Суд признал неконституционным решение Обамы Обязать всех покупать страховку И проблема в том Что даже, знаете, есть такая пословица Не трогай его, он сам запутается То есть, при отсутствии Вся идея Обама Кер Страховки Строилась именно на обязаловке Что все будут покупать страховку И молодежь, которая покупает обязательно страховку И ей не пользуется Будет оплачивать страховку для людей более пожилого возраста И так далее То есть, вот на этом была построена идея Обама Кер Так вот, в тот момент, когда суд признал Вот эту обязаловку неконституционным То есть, это фактически разваливает полностью всю идею Обама Кер Почему? Потому что откуда брать деньги На оплату вот этих всех расходов Пока еще никто не знает Окей, об этом будут говорить все последующие До 2020 года Это будет темой Это будет основной темой избирательной кампании демократов Поэтому они будут рассказывать всякие разные вещи А что будет на самом деле На сегодняшний день известно, что Трамп обнародовал план Который предлагают республиканцы Посмотрим Я пока не видел этого плана Я не знаю, по-другому Я тоже не видел Но идея того, чтобы отменить Обама Кер Но, поверьте мне, вы не останетесь без страховки Если это вас волнует Это будет заменено какой-то более лучшим планом И все будет в порядке Давайте примем звонок Добрый день Добрый день, говорите, пожалуйста Здравствуйте Здравствуйте По поводу вашего выступления Хочу сказать Раз вот такие инсинуации получаете в свой адрес Значит, вы ребята на правильном пути находитесь Спасибо Я тоже Вы абсолютно Да, мы тоже на это надеемся И с вами согласны Так что, желаю вам, несмотря на Продолжать Единственное, чтобы не было юридических зацепок Ну да Потому что эта страна в этой стране стала, как и у нас Когда-то Был бы человек, кстати, она идет Сто процентов Особенно нужный человек Да, спасибо огромное вам Добрый день Добрый день, Сережа Добрый день, Анатолий Да, Жень Мы с вами упомянули это вчера, когда мы разговаривали Но я хотел сказать, что я зауважал Трампа еще больше после этого его решения Потому что политически это решение, оно очень опасное Потому что все эти проститутки сразу начнут кричать Трамп хочет всех убить, забрать всех страхов То есть ему это не надо делать, у него есть что делать Но я считаю, что он хочет Вот когда Маккейн остановил первую попытку убрать Обама Кера Потому что мы можем это не принять И тогда у нас есть вариант Мы можем оставить то, что есть Но если суд скажет, ребята, то, что есть, оно неконституционно Мы это отменяем То этого варианта уже не будет И им придется сделать что-то другое Да И Трампу с политической точки зрения, я считаю, этот Сорос совсем не нужен И я считаю, что он его делает исключительно потому, что это то, что он считает правильно для страны И я с ним согласен То есть он покупает тебе массу неприятностей для того, чтобы сделать то, что нужно делать для страны И это, на мой взгляд, заслуживает большого-большого уважения Абсолютно согласен, Женечка, ты не забывай такую вещь Что он поднял эту тему не просто так А он ее поднял, потому что вдруг все демократы забросили тему импичмента пока И бросились в сторону реформы здравоохранения И вот поэтому Трамп поднял этот вопрос как бы в противовес тому, что предлагают демократы А там уже будет борьба, конечно Спасибо До свидания Пока, будь здоровь Спасибо Все-таки Джусси Смолетт Я быстренько попробую историю рассказать Одну историю забавную Был какой-то хлопчик, такой полукровка, получерный полунет Звезда экрана Снимался в сериале Empire Дружил с семейством Обамы Принимал активное участие в политических мероприятиях сенатора Камалы Хэррис В общем, такой верткий парень Но в какой-то момент решил, что популярность его недостаточна Или платят ему недостаточно И решил немножко, так сказать, рейтинг свой приподнять Написал сам себе письмо Угрожающее такое С угрозами И принес это письмо в студию Fax Там, где снимают сериал В надежде, что вот это получит, так сказать, широкую огласку И вот он приподнимется На это никто не отреагировал Тогда он пошел еще дальше Он еще одно такое письмо написал И отправил уже на сей раз его по почте самому себе Что является федеральным преступлением Поскольку использовалось федеральное агентство Тоже реакции никакой Черт побери Ставки не растут Денег больше не платят Популярность не растет Тогда он затеял вообще какое-то представление Нанял двух Откуда? Алжирца? Из-за Алжира? Из Нигерии Из Нигерии точно Двух братьев нигерийцев, которые такие атлеты Которые его тренируют В спортзале Не знаю, что они там делают Вот С тем, чтобы они разыграли сцену Смотрите, таких два нигерийских негров В шапках мага Могик Америка Грейт Эген В общем, разыграем Крещащих Российские слоган Слоган, да То есть, такие большие Большие сторонники Трампа В общем, разыграли сцену Как будто на него напали Гомофобы Трамписты И, в общем, они его избили Еще облили его хлоркой И узел в нашу Петлю на шею ему повесили И он с этим заявлением обратился в полицию Я должен сказать, что в этом случае Чикагская полиция сработала На удивление здорово Это я взял конверт Кстати, из State Police пришел конверт Просто к слову пришлось А! Это моя фойт-карт Обновили Моя экспаят Скоро экспаят Первый апреля Это мне новое прислали Тоже сработали Слава Богу Хорошо Так вот Это, пожалуй, тот редкий случай Когда полиция сработала четко Они бросили лучшие силы Там, по-моему, дюжина 17 следователей В общем, и они на удивление раскопали Нашли этих самых парней Которые принимали участие в этом представлении Те дали показания Что да, он нам заплатил 3,5 тысячи Что мы изобразили, так сказать Вот это, это, это Есть масса видеоматериалов Подтверждающие их слова Значит, полицейские представили Они его опять Смолета, значит, допросили И каждый раз он им врал То есть, по-моему, 16 раз Допрашивали 16 раз он им соврал Потому что там, по-моему, 16 или 17 обвинений Было ему предъявлено Они представили Малую толику Тех доказательств Подтверждающих его вину Большому жюри И жюри, вот на основании даже этой малой толики Доказательств Приняло решение Что да, обвинение ему следует предъявить Чтобы те, которые не знают Что такое большое жюри Это необычных 12 человек Это 23 человека Которым представлена была информация Почему его нужно обвинить И жюри вынесло свой вердикт Да, обвинение законно В суд Дело передать в суд И все ждали, что Ну В худшем случае Он уйдет в тюрьму надолго Потому что А Да Ну, в общем, все ожидали суда Потому что действительно Практически Доказательств более чем достаточно Чтобы обвинить его Во-первых В ложном заявлении К полиции Во-вторых В ложных показаниях В общем, 16 обвинений ему предъявляли И вдруг Прокурор Объявляет, что дело закрыто Прокурор, который себя самоустранил А теперь вернемся к этому прокурору Зовут ее Кимберли Факс Это такая Она мне опру Винфри напоминает Она даже похожа на нее Вот такая вот Значит, для того, чтобы победить Ну, это Она работала на Тони Прэнквинкл До этого В Круг Каунти В Круг Каунти Так Каунти это и называют И по заслугам То есть, это такая Выписанная Вот такая же Активистка Она была одним из прокуроров 26-го Калифорния В региональном суде Значит, выборы Она обвинила Свою предшественницу в том Что, ну, помните Дело Магданова Которую полицейский Маабандейк застрелил Там 16 выстрелов Она обвинила ее Конечно, у нее популярность Упала, в общем Но еще в выборах Ей помог Небезызвестный нам Жора Сорос Который выделил Пэку Пэку Который поддерживал ее По-моему 408 тысяч долларов На избирательную кампанию То есть Это такой Ручной Паппет Джорджа Сорос Вообще он проводил Целую акцию По стране Помогая избрать Вот эти Внизовые Структуры Не федеральные А вот Внизовые Штаты Округа И так далее Прокуроров таких И вы Нередко увидите Решения Абсолютно Дикие решения Этих прокуроров Которые Освобождают Убийц Насильников Нелегальных Эмигрантов Просто вот Освобождают И все Так вот Мало того Что Она якобы Сначала Самостранилась От этого Потому что Потому что С ней связалась Бывшая Чифа Встав По имени Тина Чен Первая Леди Мишелки Обамы И Есть Переписка Есть Переписка Есть Транскрипт Разговоров Между ними В общем Она просила Как-то Повлиять И они решили Что если Они передадут Это дело Федералам Очевидно Полагая Что у кого-то ФБР Здесь В нашем штате Да Есть Свои люди Которые Все это Дело Похерят И вот Они решили С этим Обратилась Прокурор Факс К Главному Полицейскому Эдди Джанссон С тем Чтобы он Передал В общем Это пока Не получилось И Тогда Она просто Драпнула Этот кейс Просто Без ее Ведомо Ее помощник Не мог Принять Такое решение Не просто Драпнула Она его Закрыла И Засилала Засилала Полностью Всю информацию То есть Никто Даже Не может Посмотреть Что произошло Коррумпированная До мозга Костей Кук Каунти Стоит Атерни Кимберли Факс Я не помню Имя Суди Который Это решение Поддержал И засилал Этот кейс То есть Не под каким Предлогом Никаким Журналистам Под любым Соусом Недоступна Будет Эта информация Правда Сегодня Полицейские Опубликовали Репорт О Расследовании Которые Они проводили Ну то есть Случай Настолько Вопиющий Хотя Впрочем Чему Удивляться Это же Чикаго Что Даже Мэр Рам Эммануэль Который Служил Бараку Обаме Верой и Правдой Просто Охренел Уайт Ухаж Частис А ты Представляешь Как охренел Эдди Джансон Чьи Подопечные Столько Потратили Силы Времени Чтобы Накопать Значит Все Все Так сказать Все Наказание Смолета Свелось К тому Что Вот Те 10 тысяч Долларов Бан Якобы Который Внес Залог Перейдут Фонд Города А еще Он отработал На общественных работах То бишь В компании Черного рэкетира Джесси Джексона Рэкетир Настоящий Рассист Рэкетир Джесси Джексон Он отработал Якобы Два дня То есть 18 часов Что уж Он там работал На каких работах Непонятно В общем Вот этим Закончилось Это дело А мы Ты мне скажи Такую вещь А кто ему дал 16 часов Никто не давал Это они уже Задним числом Решили Что вот Он уже отработал В общем Это бред Мало того Что Рам Эммануэль Охренел Додик Аксверот Правая рука И мозг Барака Обамы Тоже охренел От этой выходки Прокурора Просто Пумс Уж от кого От кого От него Я не ожидал А хотя Я должен сказать Додик А чему же Вы удивляетесь Если вы Со своим Кумиром Со своим Шефом Бараком Обама Все это Чикагское Дерьмо Вместе С Вэлари Джеррид И со всеми Делами Перетащили В Вашингтон И точно Таким же Образом Похерили Дело Хилари Клинтон Под вашим Наблюдением Все происходило Точно так же Просто решили Лоретта Линч Которая была Генеральным прокурором Сказала ФБРовцам Ну-ка Шарап Никаких Расследований Никаких Обвинений Вот То же самое Происходило В Вашингтоне По делу Хилари Клинтон И вот сейчас Перед нашими глазами Разворачивается Абсолютно Такая же Сценка Только уровнем Поменьше Пониже Вот Примерно Такая ситуация Я тебе скажу Такую вещь Ты задумайся Знаешь На чем Этот Смолет Ходит Теперь По всем Телестанциям А еще Этот Смолет Теперь Может Обратиться В суд И на Несколько Десятков А то и сотен Миллионов Долларов Осудить Город Чикаго Потому что Если его Оправдали Полностью Вот Подожди Подожди Таймап Таймап Его никто Не оправдывал Не было Суда Который Его Оправдал Просто Закрыли Дел Понимаешь Тем не менее У него сейчас Появилась возможность Судить город За незаконный Арест Вот он Сейчас Ходит И Всем Говорит Что он Невиновен Абсолютно И он Понимаешь Сразу после этого закрытия Малер не имеет права Не осудить Не оправдать Малер имеет право Только дать Предложение По следующим шагам Правильно? Теперь объяснили Как могли Оправдать Давай у нас осталось Две минутки Давай попробуем С радиослушатой Хоть слово Вставить В мой монолог Кто его Правдал? Килфакс? Как? Добрый день Самое интересное Что у Ким Факса Ждет политическая карьера Слушаем вас Здравствуйте Здравствуйте Мувистар вы пошутили Или Серьезно сказали? В каком смысле? Но он снимается В сериале Ну я знаю Просто был там Хоффман Там Ну Крус Мувистар Конечно же В кавычках Вот Я вам объясню Мельчает Мельчает Народ Понимаете Сегодня Уже вот Этот уровень Считается Мувистар Раньше Ну да Любого такого Возьми Бандиты Да 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 Кстати Владимир Я должен вас поблагодарить За вашу поддержку И финансовую В том числе Спасибо Да бросьте Ну это копейки Я как бы попробовал Спасибо Я собственно говоря Вы знаете Что я Я не знаю У вас там Чикагской Мафик Какие у нас Ну я вчера Посмотрел Насколько был В общем то Зло Этот ваш Главный полицейский Да И мэр Я не знаю Если федералам Передадут Будем надеяться Что На самом деле Федералы еще должны Рассматривать Потому что Я не знаю Возбудят ли они В смысле Предъявят ли они Обвинения Но кейс находится У федералов По поводу Того Что Это же касается Плюс Не забывайте Что профсоюз Полицейских Очень серьезно К этому подошел И они сейчас Делали запрос Они требуют Расследования Федералов Расследовать действия Вот этого Нашего прокурора Поэтому Посмотрим Посмотрим Чем все это закончится Спасибо вам огромное К сожалению К сожалению Времени больше не осталось Мы даже немножко Залезли В чужое время